Всем привет! Продолжаем нашу рубрику о худших игроках топ-клубов в истории FIFA Ultimate Team. И сегодня на очереди у нас Juventus. Пиши в комментариях, какая команда должна стать героем следующего выпуска. Ролики об аварии, MU, Барселоне и Реале уже есть на нашем канале. В FIFA 10 худшей в составе Juventus была карточка Симоне Эспозито. В FIFA он числился на позиции Вингера, но в реальности выступал в обороне. В первой команде Juventus парень был до 2015 года, но за это время провел лишь один матч в Лиге Чемпионов против БТ. В последний раз появлялся в FIFA 13 в составе клуба серии B Гроссетто. Сейчас Эспозито 28 лет, а его последним клубом был любительский Трино. В FIFA 11 худшей в составе туринцев была карточка Леандро Ринаудо. Juve неожиданно даже для самого игрока арендовал его у Наполи. Защитник успел провести один матч в серии А, после чего выбыл на долгий период из-за межпозвоночной грыжи. Последняя его карточка была в составе команды серии B Virtus Entella. Завершил карьеру в 2015 году в возрасте 32 лет после сезона в Виченце. В FIFA 12 худший в составе Juventus Поль Погба. Что это за парень вы все прекрасно знаете. Тот сезон стал для Погба первым в Италии и он тогда провел во всех турнирах 37 матчей и забил 5 голов. Сейчас его карточка в FIFA выглядит так. Карточка Хорхе Мартинеса была худшей в FIFA 13. На тот момент 29-летний уругваяц провел отличный сезон в катании и отправился на повышение в Juve, где отыграл 14 матчей. В FIFA его карточка больше не появлялась. Последним клубом Мартинеса стал уругвайский Хувентут, где он завершил карьеру в 2016 году. В FIFA 14 худшая карточка среди игроков Juve принадлежала Луке Мороне. Полузащитник является воспитанником Juventus и провел за туринцев суммарно 16 матчей. Активно катался по арендам в клубы-середняки серии А. С 2018 года выступает за Верону, где и присутствует в текущей части игры на позиции центрального защитника. В FIFA 15 худшая карточка в составе Juve принадлежала Альберто Черри. 18-летний форвард был взят на перспективу, но в итоге за Juventus так и не сыграл. Сейчас 22-летний нападающий выступает за Кальяри, в составе которого на момент выхода ролика провел 8 матчей в текущем сезоне серии А. В FIFA 16 худшим в Juventus был 19-летний форвард Кристиано Бунино. Воспитанник про Верчелли перешел в Juventus в начале 2015 года, но сразу же отправился по арендам. Со временем вернулся в Juve и стал выступать за команду Ju23, где в текущем сезоне забил 5 голов. В FIFA больше не появлялся. В FIFA 17 худшая карточка среди игроков Juve принадлежала Родриго Бентанкуру. В том сезоне уругваяц только-только перебрался из Бока Хуниорс. В последние два года стал частью основной обоймы туринцев. И в текущей части игры его карточка выглядит так. В FIFA 18 худшим в Juventus был Фердинандо Дель Соле. 19-летний воспитанник Пескары переехал в Турин, но не провел там ни одного матча. Последние два сезона проводит в аренде за родной клуб, и в текущей части игры его карточка выглядит так. Худшей карточкой среди игроков Juve в FIFA 19 владеет 19-летний защитник Пьетро Беруатто. Игрок попал в структуру клуба еще в 2014 году. В минувшем сезоне выступал за Виченцу, где получил серьезную травму плеча и вернулся в Турин. Сейчас бегает за команду Juventus U23 в третьей по силе итальянской лиге. Ставь лайк, если тебе нравится рубрика о худших карточках игроков топ-клубов. Пиши в комментариях, кто должен стать героем следующего выпуска. И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого!